Одновременно с началом разработки первой советской атомной бомбы возник вопрос о месте для испытаний. Первый полигон Семипалатинский. Здесь, в казахских степях, в 1949 году взорвалась первая бомба РДС-1. И все 50-е годы эти степи сотрясали взрывы. Но быстро стало ясно, что Семипалатинского полигона недостаточно. Во-первых, нужна площадка для подводных испытаний. В это время в США и СССР шла активная работа по созданию подлодок с ядерным оружием. Впрочем, загрязнение окружающей среды тоже стало проблемой. Всего в 170 километрах от казахстанского полигона находился целый город Семипалатинск, ныне Семей. Итак, задача непростая – найти место, одновременно удаленное от поселений, на берегу моря. Так как все ядерные центры находились не дальше Урала, то единственный вариант – северо-западные регионы СССР. Когда все это прикинули, поняли, что архипелаг «Новая земля» – вариант почти идеальный. Он состоит из двух больших островов – северного и южного. Общая его площадь сравнима с территорией Австрии – 83 тысячи квадратных километров. При этом с населением всего 400 человек. Новую землю в качестве полигона предложил Евгений Барковский, начальник Центральной научно-исследовательской лаборатории ВМС. Эти места он хорошо знал со времен войны, он тут служил. Барковский донес идею до начальника адмирала Кузнецова. Кузнецов, известный своей настойчивостью, практически поставил перед фактом Совет Министров – лучшего места не найти. Весной 1954 года была сформирована специальная комиссия. Председатель – контр-адмирал Николай Сергеев. Отправились в путь буквально через день после назначения. «Прибыли на новую землю», – вспоминал Сергеев. «Здесь нам пришлось передвигаться, где на собачьих, а где на оленьих упряжках, чтобы досконально изучить острова». В качестве полигона комиссия определила юго-западную часть южного острова – бухту Черную. Водообмен между бухтой и морем незначительный. То есть сильного загрязнения по расчетам быть не должно. 31 июля 1954 года правительство приняло закрытое постановление о создании объекта 700. В тяжелейших условиях Севера ежедневно трудилось 13 строительных батальонов. Причал, жилые помещения, научно-технический комплекс, аэродром были готовы уже через год. Наконец, 21 сентября 1955 года в бухте Черная на глубине 12 метров была взорвана ядерная торпеда мощностью 3,5 килотонны. Для испытаний под водой и на воде находилось 10 судов, 4 подлодки, 4 боевых корабля и 2 тральчика. Эскадренный миноносец «Реут» в 300 метрах от эпицентра затонул сразу. Корабли на расстоянии более километра получили повреждения. Первый подводный взрыв в СССР установил, что 3,5 килотонн достаточно, чтобы потопить суда в радиусе 300-400 метров. Значительные повреждения получат корабли на расстоянии до 600 метров. Следующий взрыв на острове произошел 9 сентября 1957 года. Первый и единственный наземный. Всего же на Новой Земле до 1990 года прошло 132 испытания. На Симе-Палатинском за все время 468. Но при этом 94% суммарной мощности всех советских ядерных взрывов пришлись на Новую Землю. Именно здесь испытывали самые мощные заряды в истории человечества. 30 октября 1961 года в воздухе над островом взорвали царь-бомбу. Ударная волна трижды обогнула Землю, а стекла повыбивала на расстоянии до 600 километров. Этот арктический полигон функционирует и сегодня, только ядерных взрывов на нем больше нет. Однако в любой момент он может вернуться к выполнению прежних задач.